Всем привет, с вами Orbex. В этом видео мы будем делать карту в зимнем, стиле Roblox Studio. Заходим в крит через главное меню. Недавно у нас сделали новую версию сайта для создания игр. Кликаем вот на эту ссылку на желтой панели. И мы здесь. Тут всё то же самое, что и на оригинальном сайте, но тут всё более функционально и удобно. Создаём шаблон поля. У нас есть это пустое поле, и мы должны переделать землю в снег. В Editor выбираем Replace. Это инструмент, который легко и быстро позволяет перекрасить один материал в другой. Сначала нам придётся растянуть этот синий квадрат во всё поле, чтобы перекрасить всё. Потом в первом окне выбираем Grass, а в следующем выбираем Снег. Ну или Snow, по-английски. Готово. И теперь я буду делать гору. В Editor я выберу инструмент Grow, выберу снег, увеличу силу и размер инструмента. И начну создавать гору. А инструмента Flatten выровняю верхушку. Также, чтобы разнообразить материал, чтобы у нас не был один снег, мы можем кисточкой перекрасить материал. У нас готова вот такая гора, и теперь на неё можно поставить деревья. В принципе, вы можете взять бесплатную ёлку из Toolbox и перекрасить ей иголки в белый цвет, чтобы создавать эффект снега, как я и сделаю. Ну или создать свою ёлку. Ну и так как сейчас Новый год, или нет, будут круто смотреться подарки. Вы можете сделать их с помощью плагина Building Tools by Fire Free X, или без него. После подарков я бы хотел сделать снежные блоки, а потом составить всё это в хорошую композицию. Так как мы хотим детальные реалистичные блоки, а не обычный парт, мы зайдём в программу для 3D-моделирования под названием Blender. Её можно абсолютно бесплатно и легально скачать на официальном сайте. А если вы ничего не знаете про эту нереально крутую программу, то на моём канале есть целый плейлист, посвящённый Blender. Ну а после установки давайте приступим к созданию нашего блока. У нас базово есть данный куб. Вот он нам и нужен. Немного растягиваем его. И в разделе Modeling кликаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем Subdivide. И увеличиваем количество полигонов. Это нам понадобится, чтобы деформировать наш блок. В том же окне Modeling кликаем на эти точки, которые находятся на блоке, и либо вдавливаем их, либо выдавливаем. Когда всё готово, сглаживаем весь прямоугольник Shade Smooth. Экспортируем. Нажимаем на файл, ищем экспорт и выбираем Wayfront или FBX. Вы должны попробовать разные форматы, потому что модель не всегда может загрузиться. В Roblox Studio добавляем Mesh Part и внизу открываем нашу модель. Ставим или нет эти галочки, вот наша модель. Меняем цвет на белый. Накладываем на модели материалы снег в окне материалов. Этот раздел, кстати, тоже недавно обновили. У нас есть деревья, подарки, блоки, и с ними нам нужно составить композицию. Начинаем! И у нас готова гора с деревьями и декорациями. В принципе, это может сгодиться для лобби в зимнее время года. После нам нужно взять приятную для глаз графику. В окне Light добавляем Sunrise Effect для создания лучей от солнца. И Death of Field, чтобы наше зрение было размыто, и мы плохо видели поле за горой. Такой же эффект есть в игре Tower Defense Simulator. Еще мы можем сделать Fog, то есть туман. В Lighting спускаемся в самый низ и убавляем эти цифры, чтобы добавить туман. Ну и меняем цвет, если хотите. А, ну еще меняем Shadow Map на Future, чтобы графика была детальней и реалистичней. Когда ваша игра готова, нам нужно выложить ее в Roblox, чтобы в нее могли играть. В File кликаем на Publish to Roblox, и здесь есть настройки игры, которые также можно изменить. Можно изменить название, описание жанра и так далее. Но уже на сайте Roblox есть более расширенные настройки. Например, создание вип-серверов. А еще и здесь есть DevForum, или форум разработчиков. Про это у меня также был видеоролик. Но вкратце это сообщество людей, создающих игры, модели одежды и так далее. Здесь они могут общаться, просить помощь и так далее. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Советую посмотреть мои новые или прошлые видео. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok